Ребята, всем привет! В этом видео, как и обещал, покажу вам плюсовый вариант ставок на тотал меньше и тотал больше 2,5 забитых голов в матче в футболе. Основная суть в том, что мы просто будем опираться на коэффициенты, то есть без какого-либо анализа конкретного матча, мы просто будем смотреть на коэффициенты тоталов, на коэффициенты победы первой и второй команды, и тем самым при определенных коэффициентах у нас будут плюсовые исходы на дистанции. Сейчас вам более подробно покажу каждую ситуацию, где мы можем либо переиграть маржу букмекера, либо быть даже в плюсе. Но сначала давайте перейдем к табличке, откуда по сути у меня все данные. Кто, ребята, не смотрел мои предыдущие видео, рекомендую посмотреть, там много интересной информации и самое главное, я там более подробно рассказывал про табличку, которую вы сейчас видите перед собой. Но все равно для новых зрителей я быстренько пробегусь по табличке и расскажу, какие здесь есть данные. Здесь у нас данные более чем 16 тысяч футбольных матчей, с Парсиной они за последние больше чем полтора года. Какие здесь данные есть, которые нам понадобятся сегодня? Нам понадобятся коэффициенты победы первой, победы второй команды. Смотрим, у нас есть первая колонка, берем первый матч, допустим, есть первая колонка, и есть победа первой, линия открытия, линия закрытия. Линия открытия, коэффициент это когда матч только появляется в линии у букмекера, линия закрытия это коэффициент перед самым началом матча. То есть в нашем примере 1.63 коэффициент линии открытия был и перед началом он повысился, коэффициент стал 1.77. И здесь есть у нас еще разница в процентном соотношении, то есть насколько поднялся либо опустился коэффициент. В данном случае он поднялся больше чем на 8%. То же самое по второй команде у нас есть. И теперь нас интересуют тоталы. Тоталы то же самое, я здесь уже отфильтровал, только 2.5 нас интересует. И есть тотал больше линии открытия, точно так же все открытие, закрытие, разница. И тотал меньше открытие, закрытие, разница. Далее у нас есть какой счет был в матче. В первом матче был счет 3.0. Здесь у нас цифры бывают либо 1, либо 2, либо 3. Это 1 победа 1, 2 победа 2, 3 это ничья. И далее я уже здесь сделал формулы, чтобы потедожить результат по тоталу больше, тоталу меньше, линия открытия, линия закрытия. Нас сегодня будет интересовать только линия закрытия. Почему? Потому что все мы делаем ставки перед началом матча. То есть либо там за 10 минут до начала матча, образно говоря, либо за час, либо за день. Это и есть в принципе линия закрытия. Линия открытия это когда только-только появился матч. То есть матч может быть через 2 недели даже. Он появился у букмекера сегодня. Это линия открытия. На нее, конечно, мало кто ставит. Поэтому мы смотрим по линии закрытия. И вот здесь внизу у нас сразу есть подсчет. Давайте сейчас я вам покажу. Чуть-чуть так вот выше сделаю. Смотрим. Мы опять же смотрим линию закрытия. Тотал больше. То есть я подвожу колонки. И сразу все данные здесь автоматически просчитываются в табличке Excel. Мы видим количество матчей 16 655 и результат в процентном соотношении. То есть минус 5 и 7. Что это означает? Это означает, что мы бы при ставке в 100 единиц, тоже важный момент, только что я его пропустил, что здесь все подсчеты исходя из ставки в 100 единиц. Поэтому при ставке в 100 единиц мы бы теряли на дистанции с каждого матча 5 и 7 единиц. То есть это примерно, это не примерно, это и есть маржа букмекера. Потому что здесь без всяких фильтров как раз мы сейчас смотрим. Минус 5 и 7 на тотал больше это маржа букмекера. То есть по деньгам у нас бы при ставке в 100 единиц мы бы за все время проиграли 95 тысяч. То есть очень много. То же самое смотрим тотал меньше линии закрытия. Здесь результат чуть лучше у нас. Это у меня есть предыдущее видео, можете посмотреть. Там мы рассматривали более подробно эту ситуацию. То есть здесь у нас минус 359 процента. Матчи само собой столько же и минус 59 тысяч 897. Теперь давайте переходим к самому интересному. То есть повышаем результативность. Пытаемся выйти в плюс, либо просто переиграть маржу букмекера. Сразу ребята говорю, что у нас это только первая часть плюсовых ставок. Разделил на две части, чтобы не затягивать видео. Первая часть будет более простая. То есть здесь мы будем в фильтрах только смотреть, фильтровать победу первую, победу второй команды и тоталы. Коэффициенты. В следующей же части, там еще мы будем смотреть в тотал больше, тотал меньше разница процентное соотношение. Ну к этому мы вернемся в следующем видео. Итак, смотрим первую вот такую вот табличку. Здесь я, ребят, сразу скажу, потратил много времени. То есть максимально фильтровал все, что только можно, чтобы найти какие-то плюсовые для нас ситуации. Поэтому сразу попрошу поддержать лайком, если вам не тяжело это видео. Кто на канал не подписан, тоже обязательно подписывайтесь. А, и еще момент, ребят, пока не перешел к началу. Что если вы надумаете ставить, сейчас когда мы дойдем до плюса, вы посмотрите. Вы надумаете ставить букмекерской конторе, то есть по таким алгоритмам, по таким коэффициентам, чтобы на дистанции быть в плюсе. То сразу скажу, что все данные из таблички у нас спарсены с букмекерской конторы 1xbet и аналогов. То есть это 1xbet, betwinner и mailbet. Поэтому ставить будет необходимо именно в этих букмекерских конторах. По крайней мере данные оттуда, поэтому логичнее, конечно, ставить там. Я не знаю, как было бы в других букмекерских конторах. У меня спарсено только с этой букмекерской конторы. Я ссылку на Twitter оставлю. Если кто еще не зарегистрирован, можете здесь перейти. Всегда актуальное зеркало есть на все эти букмекерские конторы. И есть также промокод на первый депозит. Это касается тех, кто еще не зарегистрирован. Теперь, наконец-то, давайте уже перейдем к табличкам. Итак, смотрим. То есть какие данные здесь у нас биты в фильтрации. Я сейчас покажу, как я вбивал тоже, чтобы вы понимали, что действительно результат именно такой. Итак, то есть мы просто смотрим, когда перед началом матча делаем ставку, чтобы кэф на тотал 2.5 меньше, у нас был строго от 2 до 2.1. То есть в этом диапазоне от 2 до 2.1. И делаем ставку на тотал меньше. То есть соблюдая только это правило, мы уже переигрываем маржу. У нас результат на дистанции огромной 3273 матчей подходящих было будет минус 2.65%. То есть мы уже переиграли маржу просто вот таким простым действием, делая ставку на тотал от 2 до 2.1. Тотал меньше, ставим на меньший. Ребят, потом можете просто на паузу ставить видео, себе там отдельно выписать, если захотите. Я буду так сильно долго не зацикливаться на каждой табличке. Здесь у нас пишется, сколько матчей, какой результат в процентах и какой результат в деньгах был бы у нас. То есть минус 6.588 единиц. Переходим к следующей табличке. Здесь результат еще лучше. То есть мы еще больше переигрываем маржу и всего лишь маржа минус 1.29%. Какие параметры? Параметры следующие. Просто-напросто кэф на победу первой команды, коэффициент, должен быть в диапазоне от 1.2 до 1.5. Делаем ставку на тотал больше 2.5. Давайте я на примере сейчас вам покажу, что именно такой результат будем. То есть мы сейчас будем смотреть тотал больше и фильтры победы первой. Переходим в табличку. Ставим на тотал больше линия закрытия. Видим результат у нас минус 5.72%. Теперь переходим в победу первой линии закрытия. Просто-напросто вбиваем фильтр между 1.2 и 1.5. ОК и сразу видим результат. То есть ровно такой результат я и переписал в эту табличку. Минус 1.29. Если округлить, количество подходящих матчей 1771. То есть вы поняли. Давайте я сейчас назад отщелкаю, уберу все фильтры. Есть. Теперь переходим еще интереснее. Пошли у нас уже плюсовые ставки. Итак, мы можем быть в плюсе почти 1%. Соблюдая следующее правило. То есть мы делаем ставку на победу первой. Коэффициент должен быть в диапазоне 1.9-2.3. И в это же время кэф на тотал меньше 2.5 должен быть 1.9-2.1. Ставка у нас на тотал меньше 2.5. То есть всего два условия. Победа первой 1.9-2.3 и тотал меньше 2.5-1.9-2.1. Все, мы таким образом на дистанции будем в плюсе. Но мы можем тоже смотреть на графики и найти для себя самый оптимальный вариант. Этот график в принципе неплохой, но мы видим, что здесь был момент очень сильной просадки. То есть какой-то бы промежуток времени мы бы ушли в достаточно большой минус. И это не сильно приятно. Мы сейчас дальше перейдем к плюсовым ставкам еще больше процентов. Вот там есть очень один вариант хороший. То есть там график почти всегда идет потихонечку вверх. Давайте перейдем дальше. Плюс 1.99% на дистанции. Количество матчей 673. Обращайте, ребят, конечно, внимание на количество матчей. Потому что я не могу у вас заверить, что вот такое количество матчей в районе 1000. 1311. Ну еще куда не шло, хотя тоже. Вот 673 это точно не совсем хороший вариант. Почему? Потому что мало. В идеале, как я говорил, нужно хотя бы 2-3 тысячи матчей, чтобы точно понимать, что на дистанции будет плюс. Казалось бы, вроде 673 матчей это очень большая дистанция, но на самом деле не такая она и большая для ставок. Итак, результат был бы у нас плюс 1337 единиц. Мы ставку делаем в 100 единиц, я уже говорил. То есть вы для себя можете примерно там посчитать доход, либо минус, просто добавляя там цифры. Ну, я имею ввиду, допустим, нули. То есть делая ставку, допустим, в 100 рублей, у вас был бы такой результат на дистанции этих 673 матчей. Это совсем мало. Но если бы вы делали ставку в 1000 рублей, соответственно, это было бы уже 13370. Делали бы в 2000, это было бы там в районе 27000 и так далее. То есть это все можно уже высчитывать, исходя из суммы ставок, которые вы бы делали. Итак, переходим дальше. Плюс 237%. Вот очень хороший график, как по мне. То есть здесь только в начале чуть-чуть был вниз пошел график, потом он четко-четко идет вверх. То есть немножко вниз, вверх, немножко вниз, вверх. Какие условия для ставок? Коэффициент букмекер должен давать на победу первой от 1.2 до 1.5. Просто мы посмотрели, допустим, там на победу первой коэффициент 1.34. Все, матч мы этот уже смотрим. Дальше мы в этом же матче смотрим, чтобы на тотал больше 2.5 букмекер предлагал 1.8-2.2 коэффициент. Если он предлагает, мы делаем ставку на тотал больше. То есть, допустим, на тотал больше будет 1.99, мы делаем ставку на 1.99, потому что он подходит в этом диапазоне. И на дистанции 1000 матчей, практически 995, у нас был бы результат плюс 2.37%. То есть 2355 при ставке в 100 единиц, при ставке, допустим, в 1000, 23550. Ну и так далее, как я говорил, можете посчитать при других ставках. И далее переходим к самому хорошему варианту, почти 4%. Это очень хороший результат. Матчи 1000, не так много, как хотелось бы, чтобы точно можно было заверить, что такое будет на очень длительной дистанции. Но тем не менее, результат 3.67%. Результат по финансам при ставке в 100 единиц 3726. Какие параметры? Коэффициент на победу первой в матче должен быть от 1.2 до 1.6. И на тотал больше от 1.9 до 2.2. И ставка будет сделана на тотал больше. Давайте вот в этом матче я вам покажу, что действительно результат именно такой. То есть мы линию закрытия тотала больше смотрим. У нас она и так стоит. То есть сейчас по умолчанию, без всяких фильтров, у нас минус 5.72%. Далее мы выставляем фильтр победа первая 1.2, 1.6. Переходим в победа первая закрытие. Фильтры между 1.2, 1.6. Нажимаем ОК. Сразу смотрим, у нас уже минус 1.7%. То есть переиграли маржу, но пока минус. И следующий фильтр мы вносим. Тотал больше 2.5, 1.9, 2.2. Тотал больше закрытия между 1.9, 2.2. ОК. И видим результат, ребят. Вот именно то, что было в этой табличке. 1017 матчей, 3.67% если округлить. Поэтому вот такой вот результат, ну как по мне очень интересно. То есть без какого-либо анализа матчей. Без каких-либо фильтров лик. То есть мы тут учитываем, что мы ставим просто на все подряд. Берем линию 1x бета, мал бета, либо бетвинера. И просто по параметрам, которые есть вот здесь вот. То есть смотрим на коэффициент победы первой. На тотал больше. Делаем ставку. И на дистанции в 1000 мы были бы в таком бы плюсе. Ну как по мне это действительно очень интересный момент. Я сам не думал, что получится найти вот такие матчи именно с таким плюсом. То есть я думал, что-то около нуля можно найти. Но как видите, если хорошо пофильтровать, поиграться с этой табличкой, то можно найти и хороший плюс. Следующее видео во второй части будет, я вам покажу плюс. Вот у меня уже здесь все подготовлено, пока показывать не буду. То есть самый лучший плюс будет вообще плюс 6%. Поэтому, ребят, еще раз повторюсь. Поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Пишите комментарии, что думаете вы. Кто на канал не подписан, обязательно подписывайтесь. И до следующих видосов.